Моё почтение, дамы и господа, с вами Костярин. Итак, у нас такое экстренное видео. Вы пары собар, мои девушки. Не парит, не определяется картридж. При затяжке три раза моргает, то есть картриджа нет, показывает. Попробовали два картриджа, ничего не вышло. Полагаю, что возможно отошел контакт, или надо сделать чистку. Ну, предварительную чистку контактов я сделал ватной палочкой, но ничего не вышло. Поэтому решил разобрать его, посмотреть. Ну и конечно же вам, вдруг будет интересно кому-то разбор. В общем, разбор здесь такой с первого раза и не скажешь. Ну, не поймёшь, но достаточно он лёгкий. И давайте я не буду вас томить, начну. Смотрите, на одной стороне устройства снизу есть вот такая вот втулочка. Её не пытайтесь выковырять, просто возьмите что-нибудь такое острое. Иголочка, наверное, будет слишком тоненькая. Вот у меня пинцетик такой, можно взять какую-нибудь, даже не знаю, толстую можно иголочку. Или какая-нибудь такая мега узкая твердочка. Или также подойдёт вот такой вот скрепочка телефона. Думаю, у каждого она есть. Давайте вот так вот надавим на эту втулочку и продаем её вовнутрь. Всё, собственно, она у нас продавилась. Потом нам нужно будет тоже, чтобы помещалась вот в это пространство. У меня это будет отвертка. И давайте, мы просто вдавливаем. Вот, и смотрите, всё вылазит. Это устройство я просто уже разбирал достаточно давно. Чистил тоже контактики. И смотрите, далее, что нам нужно будет, чтобы потом обратно устройство это наше собрать. Сейчас мы его разберём. Выходит очень туго. Всё, вылетело. Смотрите, у нас втулочка в этой стороне осталась, да? Нам надо угорать эту мягкую хрень. Которая служит для того, чтобы у вас внутри корпуса устройства не болталось. И вот эту втулочку мы видим с обратной стороны. Её необходимо, простите, необходимо выдавить в обратную сторону. Тоже это надо сделать чем-то острым. Опять же, скрепочка подойдёт идеально. Выходит она туго, честно говоря. Но это неудивительно, она же не должна просто так вылетать. Оп, видите, она у нас вылетела. Потом, чтобы, когда мы будем собирать устройство, нам надо будет так же вставить эту втулочку сюда. Подождите, у нас резиновая прокладка там осталась. Но это не важно. Но опять же, эту втулочку надо будет посадить сюда. Острой стороной. И затолкнуть вровень с корпусом. Когда уже устройство установим. Не перепутайте стороны. Вот так вот вставляете. И втулочку засовываете. И всё, устройство будет опять же держаться, как и раньше. Собственно, вот весь разбор. Очень короткое видео получилось. Но, если вам интересно, посмотрите там. Я в дальнейшем не буду видео сейчас прерывать. Посмотрим, что же с устройством, собственно, не так. Попробуем его починить. Так, чистился у нас до этого момента. Ну, контакты вроде как все в порядке. Давайте ещё раз картридж накинем. Вот видите, моргает. Сейчас мы установим картридж. Ещё разок. И посмотрим. Моргает, моргает. Собственно, надо будет контактной площадки зачистить. Ребятки, мне не совсем удобно разбирать дальше его. Ну, смотреть и снимать видео. Так что давайте, если вам интересен сам процесс ремонта, я запишу попозже и расскажу, что, собственно, было. Пишите свои комментарии. Ну, и подписывайтесь на канал, если было полезно. И всем всего хорошего.